Сегодня поднимем, поднимем, сегодня поднимем тему задержанного хода Что такое задержанный ход, либо delay walk Я иногда по ошибке называю delay walk Это шаг, при котором делая шаг вперед, мы вначале выносим ногу, ждем сколько-то и шаг делаем на следующий музыкальный удар В учебнике Уолтера Лайерда выделяется три задержанных хода Это задержанный ход вперед, коленка сжата Задержанный, ну оно же выглядит вот так Задержанный ход вперед, коленка сжата Дальше задержанный ход, коленка выпрямлена И задержанный ход назад, коленка сжата Сегодня мы рассмотрим delay walk вперед, колено выпрямлено Прежде всего мы должны научиться переносить вес Основная задача моя упасть вперед, прям упасть вперед на стенку Сделаем упражнение такое, то есть я падаю на стенку сильно-сильно-сильно Вот прям я не стою на своих ногах После чего, это первая поза После чего я должен встать на свои ноги В четко ровную позицию и оставить носочек у другой стопы Увидели? То есть получается первое движение, которое мы должны выучить, это мы падаем И потом я отталкиваюсь, становлюсь на свои ноги Вот я уже не держусь До этого держаться я, собственно, не мог Еще раз То есть я падаю, после чего возвращаюсь Это первая половина Делай Уока Так вот, нам необходимо также научиться отвисать Иначе мы будем валить партнера, если мы будем исполнять какие-то парные куски Потому что вес головы, он не ощущается, но при этом очень хорошо сносит с ног любого партнера Ну, партнера либо партнерша Я уже сказал, отвисаем мы не макушкой То есть мы должны отвисать, ну, скажем так, попой назад Сохраняя, ну, флэтбэк То есть ровную спину, да, это вот как в джазе называют Флэтбэк Получается, я сношу попу за пятку В результате чего? Я становлюсь вот в эту позицию Естественно, без стенки сейчас стоять я не мог Наша основная задача научиться находить баланс То есть стоять вот в этой позиции Я стою в миллиметре от падения То есть если я еще чуть-чуть упаду То я, ну, двинусь назад То я, скорее всего, упаду Ну и, соответственно, позиция, при которой мы стоим ровно Ровно, то есть ровно в центре стопы Ровно ставим носочек под корпус Вторая нога ровная, спина, макушка ровная Соответственно, если мы делаем перенесение веса с этой позиции в ровно У нас, опять-таки, получается тоже определенный прокат То есть это вторая половина Ну и если соединить delay вперед То есть упражнение проката на delay вперед То это будет выглядеть так Я, получается, падаю Потом восстанавливаюсь Потом двигаю таз назад Отвисаю То есть я вешу И опять возвращаю Ну и опять могу делать падение вперед Ровно, падение назад, ровно Падение вперед, ровно Падение назад, ровно Теперь нам необходимо выучить, как делать delay walk вперед Соответственно, это то же самое То есть, опять-таки, если я возвращаюсь к стенке Сейчас я буду без нее делать Ощущение веса вперед Потом ровно Потом вынесение ноги вперед Вес ощущаю сзади То есть я как будто бы за что-то держусь Вот это и есть delay walk вперед Колено выпрямлено То есть я вперед упал Вернулся Вынес Делей walk В базовом варианте Если без наворотов, без всего Выглядит очень просто То есть мы сделали шаг После чего мы должны донести вес После чего мы должны донести вес до носка После чего мы должны вернуться на серединку И здесь двигать нижнюю часть И выносить носочек вперед Чаще всего после этого делается extended Продолженный ход То есть мы поднимаем пятку Скользим и втираем ногу в пол Для того, чтобы донести вес В следующий шаг Ну и дальше В зависимости от того Что мы исполняем Значит, мы рассмотрели базовый вариант Но, как правило Ну, в принципе, для мужского танца Этого даже достаточно Конечно, можно добавить больше ротации Ну и то более графичные ротации После чего мы можем собрать бедро После чего мы можем вынести ногу весом И идти назад После чего мы можем доделать extended вперед и дальше То есть в базовой комплектации Такой консервативный мужской вариант Он выглядит приблизительно так Ну, сбоку на всякий случай покажу То есть добавили ротацию Донесли вес до носка Вернули ротацию Сделали Таз отправили назад После чего вынесли носочек вперед И донесли, собственно, вперед Еще раз То есть ротация вправо Дальше Собираю Доношу вес После чего ротации Перенесение веса Одновременно С носочком Выносящимся вперед После чего У нас будет донесение веса Вперед Ну, кому интересно Это базовая комплектация Всегда найдутся те, кто хотят побольше Девочкам вообще это Рекомендуется Рекомендуется надобавлять Да и в принципе танцы Мы соревнуемся В том, что мы делаем больше Да Поэтому Как правило Добавляется Самый простой способ Сделать через точечку Смотрите, что это такое Вот я держал ножку сзади Поставил точечку И отсюда я должен Поворачивать ногу Наружу И ставить вперед Тогда у нас получится Что-то интересное Да То есть пяточка кверху Вот это вот упражнение Мы должны добавить Еще раз Нога сзади Точка Вынесли Поворачивая пяточку кверху В результате чего У нас получится Такой более Женственный вариант Когда мы делаем Получается Собираем И вот отсюда выносим И дальше опять в экстендед Раскручивая В обратную сторону Да У нас получится Что-то более интересное Ну покажу с этой стороны То есть получается Доношу вес После чего Я доношу вес вперед После чего Возвращаюсь центрально Ротирую После чего Делаю Максимум ротации Да И отсюда Возвращаюсь назад Выношу ножку В экстендед И в экстендед Иду дальше Следующий шаг Донося вес До следующей ноги Ну и последняя вещь Которую необходимо Выполнить Это получается Нам необходимо Нарисовать Змейку ногой Сейчас я покажу На большой амплитуде Чтобы было видно Сзади ножка Находится И рисует Полукруг В эту сторону Потом собирается К другой ножке И рисует Полукруг С внутренней На внешнюю Да То есть Это как бы Упражнение Полукруг Собрал Провел Полукруг То есть У нас получается Вот такая Вот восьмерочка Сейчас мы ее На меньшей амплитуде Смотрите Я рисую Чуть-чуть Подношу ножку Закручиваюсь Выношу в диагональку Чуть-чуть В результате чего У нас получается Такая английская Буква С Если это сделать Корпусом Смотрите У нас получится Такое Витиеватое Вынесение Ноги Что собственно Требуется для того Чтобы Утрировать Это движение То есть у нас получается Сзади махнули Спереди махнули И если мы это сделаем С переносом веса Вынесением пятки Докрутки кверху И после чего В экстенды То у нас получится Более Интересный Витиеватый Вариант Попробую показать сбоку То есть мы получается Доносим вес До носочка С носочка Я рисую Получается Кружочек Это я уже стою В серединке стопы И отсюда Донося вес Вперед Я рисую Полукруг Вперед После чего Я получается Скольжу за носочком Срабатываю Задней пяткой И делаю уже Экстенды В результате чего У нас получится Полноценный Делей воп Колено выпрямлен Ча-ча-ча Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Звоните в колокольчик Меня зовут Герман Это блог Бальная латино Обязательно Подписывайтесь на телеграм Неизвестно Что у нас будет С ютубом По этой причине Жду вас всех В телеграме Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok